Череповчане Я хочу сказать, что приняли участие все кандидаты от «Единой России», которые хотели бы участвовать как в выборах в Государственную Думу, так и в Законодательное Собрание. И в течение длительного периода времени эта информация в виде диалогов, эта информация, распространяемая кандидатами, дала возможность череповчанам более детально разобраться, что из себя представляют кандидаты, какова их программа, как они смотрят на те или иные проблемы, насущенные для нашего города, какие варианты решения они видят. И в результате вот этого предварительного голосования получили поддержку наиболее достойные кандидаты, которые уже будут представлять партию «Единую Россию» на выборах как в Государственную Думу, так и в Законодательное Собрание. Чем будет больше участников, чем многочисленнее будет их состав, тем интереснее будут выборы, потому что те кандидатуры, которые получат наибольшую поддержку населения, и будут представлять наш город в этих законодательных структурах. Одним словом, что вот если в итоге хочется сказать с точки зрения и социальных настроений, и с точки зрения социального опыта, который получили череповчане, мне кажется, он очень позитивный. Во-первых, это какая-то новая совершенно страница в подготовке выборных кампаний, потому что, еще раз повторю, задолго до выборов люди имеют возможность увидеть, узнать, выбрать тех, кого можно выдвинуть. Второе, это новая такая открытая, я бы сказала, политика одной из ведущих сил политических «Единой России». Вот они захотели узнать не только мнение своих членов партии, но мнение всего народа. Я считаю, что это получилось. Ну и третий момент, это то, что люди начинают понимать, что их мнение не только на момент на выборах, но и в решении каких-то хозяйственных вещей, я имею в виду, народное голосование за проекты, учитывается, есть возможность его выявить. Я считаю, что вот этот опыт удался, он очень интересный, его, конечно, еще следует изучать, и мы будем изучать результаты нашего социологического исследования. Если он станет традицией, я так полагаю, что он должен стать традицией, этот опыт. Продолжение следует...